Приветствую! В сети появилась информация о том, что мужчины могут выехать из Украины во время военного положения под залог. Так ли это на самом деле, мы сейчас и разберемся. И для того, чтобы нам это сделать, нам нужно вернуться немножечко обратно во времени, а если быть точнее, в сентябрь 2022 года. Именно тогда был подан законопроект 8029, которым и предполагалась возможность мужчин выезжать из Украины под залог. И там устанавливалось обязательство мужчин, что если ты выезжаешь и у тебя нет оснований для выезда, которые предусмотрены правилами пересечения госграницы, то ты потом будешь выплачивать ту сумму, которая равняется ЕСВ с минимальной заработной платы. А если ты выехал до того, как был принят этот закон, то ты для того, чтобы вернуться в Украину, должен будешь выплатить 10 прожиточных минимумов за каждый месяц пребывания за границей. И только тогда, мол, ты можешь вернуться в Украину. Это было, подчеркиваю, в сентябре 2022 года. И сейчас, спустя год, данный законопроект был внесен в порядок денный и поставлен Верховной Радой в список тех законопроектов, которые они будут рассматривать. Это было сделано 5 сентября 2023 года. Как мы можем наблюдать на сайте Верховной Рады, ссылочку я вам дам. Там позиции в отношении этого законопроекта разделились. И некоторые комитеты сказали, окей, давайте включим и какие-то правки внесем и будем рассматривать этот законопроект. А какие-то комитеты сказали, что нет, этот законопроект не может быть принят, потому что он противоречит Конституции. Ну и действительно это есть, то есть не все нормы, которые есть в законопроекте 8029, они соответствуют Конституции. Но что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем выводы комитетов по этому законопроекту, причем не все эти выводы положительные. Законопроект 8029 внесен в порядок рассмотрения Верховной Раде, но он еще не рассмотрен, то есть он не прошел даже первого чтения. А соответственно на сегодняшний день никакой возможности выехать под залог из Украины у мужчин нет. То есть эти вопросы, они рассматривались, если вы помните, был даже проект такой, анонсировался к админам, как Еви Дряджиня. Ничего не заработало, ничего. Пока все, что у нас есть, это вот этот законопроект. Естественно я за ним слежу, естественно если он будет принят, я сделаю видео с подробным разбором и расскажу, как это можно реализовать будет. Но мне думается, что в том виде, в котором он есть, да и сама идея не будет принята. Почему? Потому что это введение, да вот принятие такого законопроекта, это по сути введение имущественного ценза в Украине. То есть если сегодня мы говорим, что, ну скажем так, есть неофициальные данные, да, что человек, у которого есть деньги, он может найти человека, который хочет деньги, соответственно платить деньги, ему делают белый билет, делают шлях, еще что-то делают и он выезжает из Украины. То есть вот этот имущественный ценз, он такой незаконный, то вводить имущественный ценз на законных основаниях, ну мне думается, что Верховная Рада на это не пойдет, потому что, ну это опять же, некоторый взрыв вызовет в обществе. И вот кто-то, безусловно, поддерживает эту идею, и я понимаю, но, друзья, обратите внимание, что вот сейчас те, кто поддерживает эту идею, скорее всего, вы поддерживаете ее только в рамках той суммы, которой вы обладаете. И человек, который там, скажем, имеет, скопил там тысяч пять долларов, да, он говорит, окей, я готов заплатить пять тысяч официально в бюджет и выехать. Но вот у меня есть вопрос, а что вы скажете, если эта сумма будет установлена в размере, например, десять тысяч? Вы скажете, окей, я там подсуечусь, продам машину, у меня будет эта десятка, и я ее заплачу. А что вы скажете, если будет установлена сумма в сто тысяч долларов? Что вы тогда скажете? Вы скажете, продам свою квартиру, квартиру родителей, квартиру родителей жены и выеду? Окей. А если мы скажем, пятьсот тысяч долларов? У вас нечего продавать уже? Все. И вот что вы скажете тогда? И вот так, по сути, мы и можем определить ваше реальное отношение к имущественному цензу. И я думаю, что мы не, вряд ли мы посчитаем это справедливым. Почему? Потому что как только будет установлена та сумма, которая больше, чем сумма, которую мы могли бы оплатить, мы сразу скажем, конечно, это несправедливо. И мне думается, что все-таки, в принципе, сама идея имущественного ценза, она неправильная, потому что она тогда разделяет людей в зависимости от того, какой у них кошелек, да? На тех, кто будет проживать в Украине и тех, кто может выехать, да? И жить в безопасности. Понятно, что по факту сейчас это так и есть. Но хотя бы сейчас мы говорим, что это незаконно. Мы можем апеллировать к закону. Мы даже видим, как отдельных людей привлекают к ответственности в подобных ситуациях. Но в глобальном смысле выводить это на уровень закона, мне кажется, это будет неправильно. Вот с точки зрения тех правовых принципов, принципов справедливости в первую очередь, принципа равенства всех людей. Поскольку мы тогда, даже если сейчас мы говорим, что там не равны, там обычный человек, да, и чиновник не равны, то тогда мы уже будем четко разделять на, там, людей с деньгами и людей без денег, да? И люди с деньгами будут чуть более равны. И опять же, вот даже давайте посмотрим тот законопроект, который предлагается. Ведь там говорится, заплати 10 прожиточных минимумов. А что такое 10 прожиточных минимумов? Ну, это 26 тысяч гривен. В принципе, не космическая сумма, да, но она уже, водораздел проведет между людьми, потому что 26 тысяч гривен уже не каждый может заплатить. Далеко не каждый. Потому что ты их заработать даже не можешь, у нас средняя зарплата в стране меньше. И вот здесь, конечно, будет нарушен принцип справедливости, принцип равенства всех перед законом. И я думаю, поэтому такой законопроект не будет принят. И планировать свою жизнь, исходя из мысли о том, что вот скоро, вот-вот сейчас будет принят этот законопроект, и я там смогу выехать, не стоит. Ищите другие способы выезда, да, если вы планируете. И когда я говорю, ищите другие способы, я имею в виду исключительно законные способы. На моем канале вы можете найти видео, которые посвящены как раз вопросам выезда в том либо ином случае. И в описании к этому ролику я оставлю ссылочки на эти видео, на те видео, которые актуальны на сегодняшний день. И вот ищите эти варианты, собирайте документы и выезжайте, да, если вы это планировали. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях и подписывайтесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Ссылочка на него есть в описании к этому ролику. Там информации больше, чем в YouTube. Появляется она естественно оперативней. Также там я отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ну и традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.